ТВ Детки ТВ Детки ТВ Детки ТВ Детки Показов посетила, съемок, вот, поэтому, как бы, тоже можно рекорд поставить. Ну, например, самая пышная юга года. У меня были очень потрясающие коллекции, в них ходят Елена Мур и Берония. Я очень люблю плести из бисера, и я бы могла сплести что-то большое, как дом. С чем из того, что я принял далеко не в одном показе участия, а в целых четырех. И один из них – это ДНК. Я могу целых два дня есть, а не пельмени. Наверное, харизматичностью, доброцей. Дедушка Мороз установил рекорд по поеданию снежков. Дома Снегурочка не готовила, и вот пришлось есть снежки. Продюсер главной модной елки Елена Склярова задумала настоящий прорыв в фэшн-индустрии. Показ бренда ДНК установит и официально зарегистрирует рекорд России, так как в нем примут участие 250 человек. Но организаторы на этом не остановились. К показу будет подключено более тысяч моделей в одежде тренда онлайн, и это уже по-настоящему мировой рекорд. Все такие модные, красивые. А вам говорили какой-то странный комплимент? Дедушка, ты очень старый. Вот так вот. Самый странный комплимент. Ну, наверное, что я чудная. Мне чаще всего делают комплимент, что у вас странное имя, у вас такое необычное имя, у вас такое редкое имя. Мне сказали, что я выгляжу очень ретро. Меня сегодня назвал мальчик, что я фант из-за того, что у меня был похожий цвет толстовки. А какой самый странный комплимент тебе делали? Мне сказали, что я похожа на мальчика. Мне один какой-то атака девочка сказал, что я слишком худая, как палочка. А мне говорили, что у меня очень громкий смех. Мне Валера, главный здесь, дал этот пиджак и сказал, держи, красавец, носи. Ну и я взял, собственно, вот такой вот комплимент получился. Чего бы вы добавили в имидж Деда Мороза, чтобы он был всегда в тренде? Что-то такое, что не связано с одеждой и с бородой. А чтобы быть всегда в тренде, надо всегда быть в классном настроении. Вот это беспроигрышный вариант. Ну я считаю, что это должен быть какой-то топовый лук, который соответствует цветам этой зимы. Ну или же быть просто красавчиком в своем стандартном наряде. Что бы ты добавила к костюму Деда Мороза, чтобы он всегда был в тренде? Не знаю, на бороду ему цветочки. Можно добавить модные стильные кроссовки. Юбочку и какое-нибудь пальто. Вот тогда он будет в тренде. Кроссовки, наверное, надеть. Какую-нибудь сменить шапку, ему помоднее. А что нужно добавить в образ Деда Мороза, чтобы быть в тренде? Деда Морозности. Думаю, парочку кофе ему подойдет. Рваные джинсы Клёш и новогодний свитер. Какую вещь бы ты добавил в наряд Деда Мороза, чтобы он был всегда в тренде? Я думаю, это должно быть что-нибудь такое блестящее в пайетках. Что-нибудь яркое, прям очень-очень. Я думаю, Деду Морозу нужны сапожки Бонсиага. Можно шортики какие-нибудь. Что надо одеть Деду Морозу, чтобы быть в тренде? Ну, как мы знаем сейчас, цвет следующего года, который будет в тренде, называется Верри Перри. Ты знаешь такой цвет? Нет? Это такой синий-пиолетовый бордовый оттенок, очень красивый. Я думаю, если у Деда Мороза будет шуба такого цвета, он точно будет в тренде. Прибавила красивого меха и сделала бы его шубу не красного цвета, а голубого. Сам наряд. У него был бы белый и были бы красные полоски. Может быть, какую-нибудь цепочку или какие-нибудь такие очки, какие-нибудь брендовые, не знаю, рей-бан или что-то такое. Но цепь обязательно ему нужна, сто процентов. Дедушка Мороз, а что ты думаешь? Что тебе нужно одеть, чтобы ты был в тренде? Мне кажется, шуба, моя шапка, красная особенно, все всегда в тренде, каждый год, каждый год. Атмосфера праздника и декорации кидастудии «Союзмультфильм». Любимые мультгерои. Знаменитые часы из фильма «Карнавальная ночь», по которым сверяли время, оставшиеся до Нового года. Герои главной модной елки. Я смотрю, ты здесь самый модный сегодня. Я так и думал. Как ты представляешь себе идеально Новый год? Ну, хлопушки, шарики, торт. Это когда украшенная елка, все близкие рядом. Для меня идеально Новый год – это веселость с семьей, с друзьями. Много мандаринов, много подарков и много фейерверков. Кругу семьи, с родителями, с детьми. Надо делать что-то веселое, например, пригласить гостей. Или можно все-таки опраздновать с семьей. Какой идеальный Новый год должен быть, по твоему мнению? Ой, ну я люблю Новый год с семьей, когда все в сборе. Я еще люблю праздновать Новый год с друзьями. Стол, еда, елка, подарки. Ну и Дед Мороз со снегурочкой. Чтобы все блюда были вкусные. Каждый Новый год я жду, как в первый раз. Вот каждый Новый год. У меня все Новые года самые лучшие. Я не могу сделать градацию этих Новых годов. Каждый, каждый Новый год. Главное, чтобы было веселье, счастье. И, конечно же, чудо в Новый год. Как ты представляешь себе идеальный Новый год? О, идеальный Новый год это... Чтобы можно было выспаться, мне кажется. Чтобы лечь, спать час ночи сразу после празднества. Потому что такого не бывает никогда. Всегда потом идешь с друзьями веселиться, гулять, водить хороводы вокруг елки. Вот. Или... Или. У меня всегда есть стиль. Ну, где-нибудь, может быть, в каком-нибудь европейском городе. Чтобы это была настоящая новогодняя сказка. В Сибири тоже можно. Как ты думаешь, какой мне нужно надеть костюм и праздновать Новый год? И ты в чем будешь праздновать Новый год? Я думаю, надо что-то нарядное или блестящее, или белое. Потому что Новый год это все-таки светлый праздник. Я считаю, ты прекрасно одет и можешь так встречать Новый год. Ты можешь встречать Новый год в чем угодно. Главное, чтобы у тебя горели глаза, и тебе хотелось чудес, и ты верил в эти чудеса. Я могу тебе посоветовать сидеть Новый год в каком-то сценическом костюме. Допустим, стандартный Санта-Клаус. Либо же какой-то интересный костюм от сегодняшних дизайнеров, представленных на показе. Я бы посоветовала его встречать в красивой новогодней пижаме. Я буду, наверное, в каком-нибудь теплой кофте или свитере. В чем мне встретит этот Новый год, и в чем будешь ты? Ну, тебе, наверное, можно одеть белые штаны в полоски с блестками. Рекомендую его встречать, во-первых, с счастьем, во-вторых, с Дедом Морозом, во-вторых, с Новым годом. Я бы хотела в каком-нибудь красивое пышное платье, либо же просто черное платье. Ну, я точно без шубы буду отмечать Новый год, без шапки, без варежек. А вот тебе ты и так прекрасна. Я бы встречала Новый год наверняка в красивом новогоднем платье, на котором был нарисован олень. Я, наверное, надену удобные тапочки, удобную теплую пижаму с рожками оленя, и буду под елкой есть конфеты. Вероятно, что это будет что-то домашнее, потому что я же пойду к родителям в город отмечать все вместе. Поэтому неплохи будут также домашние тапочки и халат. Настоящее красочное и массивное шоу дизайнеров известных брендов. От фэшн-режиссера-постановщика Валерия Сорокового. На этот раз ему удалось создать на подиуме неповторимую новогоднюю атмосферу. Принять участие в показах маэстро могли не только воспитанники бродюсского центра Грани, но и юные модели со всей страны. Правда, отбор был очень серьезный, потому что детская мода этого не игрушки. Ну а с вами были ТВ-детки. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И следите за нашими самыми интересными событиями. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!